Раньше сотрудники советского районного терцентра в Макеевке обслуживали пенсионеров, которые сами не могут выйти на улицу бесплатно. Покупали хлеб и овощи, мыли пол и посуду. Теперь те, у кого есть дети, за все должны платить. Только одна влажная уборка стоит больше 8 гривен, генеральная почти 27, а оформление субсидии 50. Зинаиде Гончаровой 83 года. 10 лет пенсионерка не выходит на улицу. У нее тяжелое заболевание ног. Рассказывая, до 2003 года услуги социальных работников не стоили ничего. Тогда ее обслуживала соцработник Елена. Благодарная пенсионерка даже посвятила ей стихи. Я ее любила как дочку, даже стихи ей писала. В новом веке у меня появилось дитя Лена, Леночка, Елена, так зову ее всегда и так далее и тому подобное. Потом за услуги ввели плату 5% от пенсии. Зинаида Васильевна стала перечислять деньги. Но в марте этого года сотрудники терцентра сообщили, теперь каждый приход соцработника нужно будет оплачивать отдельно. Пенсионерка посчитала, если оставить все услуги в прежнем объеме, за помощь придется заплатить не 50, как раньше, а почти 300 гривен. Такие расходы ей бывшей учительнице с пенсии в 900 гривен не по карману. У Зинаида Васильевны два сына. Оба живут в других городах. Помогают, но каждый день приехать не могут. Теперь о покупке хлеба старушка вынуждена просить соседей, а помогать по дому просто некому. Увеличение стоимости услуг просто жестокость по отношению к пенсионерам, говорят в районном терцентре. После вступления в силу постановления почти все, для кого цены повысились, от помощи соцработников отказались. Теперь сочувствующие сотрудники ходят к старикам после работы. 50 человек я потеряла. Мы обслуживали на 1 января 2010 года 380 человек, а на 1 июля мы сейчас обслуживаем 330 человек. Девочки мои не бросают, ходят, наведываются к этим людям, потому что они не один год работают с бабушками, дедами. Им чисто по-человечески жалко. Закон принят для того, чтобы увеличить доходы терцентров, объясняют в областном управлении труда и соцзащиты. При этом чиновники замечают, одиноких пенсионеров они продолжают обслуживать бесплатно. Тем же, у кого есть дети, должны помогать дочки, сыновья и внуки. Плохо это или хорошо, покажет конец года. Сейчас мы делаем промежуточные анализы, делаем промежуточные. Пока выводов я не готов. Говорят по выводам, плохо это или хорошо. В любом случае это закон, мы должны его выполнять. Зинаида Васильевна уже обращалась в райисполком и мэрию. Надеются, что если собраться всем вместе и написать письмо в Верховную Раду, старую систему еще могут вернуть. Оксана Витер, Алексей Костюк, Панорама.